Итак, всем привет, ребят, и сегодня у нас будет GTA 4 Комменная Россия. Опять же, потому что просмотры всё-таки набираются очень быстро. Я извиняюсь, что видоса не было где-то неделю. Видос мы снимали, вот, про тысячи подписчиков, как мы отмечаем. Но этот видос, наверное, выйдет либо раньше, либо позже. Мне кажется, он выйдет раньше. Вот. Вот, тот видос ещё пока... Я ещё даже, ну, чуть-чуть там начал что-то монтировать. Пока подворезал что-то там. Так, мужик, что ты там, это, на нас возмущаешься, что ли, а? Ну всё, убежал. Я знаю то, что вам нравятся видосики про GTA 4 Криминальная Россия. Да и вообще, я смотрю, на ютубе эта крутая тема пошла. Я, кстати, это уже давно понял, то, что GTA 4 Криминальная Россия смотрят. Но, как бы, когда я её начинал снимать в году, так, 2000... Не, в 2014 я GTA Криминальная Россия, я вам снял в GTA Top Gear... GTA 4 Криминальная Россия, GTA Top Gear. Вот. Давайте возьмём ВАЗ-2107 Жигули, такого красивого прям цвета. Ну, ё-моё, менты, а? Ну, как всегда. Ну, ладно, мы поедем. Давайте выезжайте за этого Бусаева. В общем, ребят, я вспомнил, чё я вам не показывал в GTA-шке. Так что мы с вами ещё не всё, не всё мы с вами ещё тут прошли. Ещё, ребят, далеко нам с вами до РП, как у Ковалевского. Но всё равно, ребят. Так что, ребят, кстати, перестаньте писать. Я не знаю, хейтер, не хейтер, это пишет. Ну, то, что я у Ковалевского спёр видео, ну, так, если посудить, все у кого-то спёрли видео, вообще весь русский YouTube это обворованный контент американцев. Поэтому, ребят, кто со мной не согласен, вы, я не знаю, кто. Я думаю, со мной много кто согласится, то, что YouTube это, ну, русскоязычный YouTube это, блин, ворованный, это, все, весь контент из Америки ворованный, вот. Но, у меня, короче, совсем другая ситуация и у других ютуберов, которые сняли GTA 4, примерно, Россия. Вот, им всем, вот, кстати, я прочитал комментарии, им всем пишут, почему ты спёр видос у Ковалевского. Вот, всем так пишут, как и мне. Но, на самом деле, я начал снимать видос, ну, короче, параллельно, вот, когда Алекс позитивно снимал видосы, тогда и я по криминалку начал снимать видосы. Так что, нечего тут. О, блин. Ну, там ещё были какие-то видосы, помимо видосов Алекса Позитивного. Там, тут даже, кстати, есть плакат Алекса Позитивного, я, конечно, не знаю, почему тут нету, но плаката Let's Play The Games, но, хотя, не знаю, Let's Play The Games этого заслуживает, но мод, так как мод не дорабатывается ещё, поэтому надписи Let's Play The Games тут никогда не будет, там уже забросили. Ну, давай, выходи. Let's Play The Games тут появится только после того, как я это, после того, как я займусь тут маппингом. А я, а я бы это сделал, ребят. Это, это точно, это будет. Зачем мне сказать точно, но... Не, ну, я, наверное, когда-нибудь сделаю здесь. Мне, короче, друзья, не верят, то, что у меня 60 тысяч просмотров, кто ещё не смотрел. 60 тысяч просмотров на самом популярном видео, все офигевают просто. На самом деле. Вот. И я вместе с ними же. Давайте тройку возьмём. Да, остановись ты. Я на ручник её поставил. Всё, говно, это, остановись. Я не на тройку, я на такси. Блин, дождь начался, ну ладно. Там, кстати, будут сейчас такие красные Ferrari стоять. Porsche 911. Ну, я не знаю, там, конечно, не будет Porsche 911. Там будет Comet, и... Вместо Maserati будет какая-нибудь... Из GTA IV тачка похожая на неё. Ну, сейчас, короче, всё увидите. Здесь мы с вами были, вы... Как вы это всё знаете? Кстати, ребят, ну, напишите мне в комментариях, знающие люди, почему именно, когда вот сюда я въезжаю, камера так сильно отдаляется. Ну, не отдаляется, а то есть угол обзора такой становится высокий. Вот скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь. Это, конечно... Ну, меня это подбешивает, ребят. Не знаю, как вас. То, что вообще абсолютно-абсолютно всё видно. Чуть ли не на 360 градусов, в общем-то, камера у нас повернулась. Всё вокруг видно. Нет, не очень впечатляет. Енби я, наверное, такое... Такое Енби я и оставлю, потому что... Здесь нету багов с этим Енби. Красное небо, как я смотрел, у многих... Есть на Енби. Ну, это вообще моё любимое Енби. Вот, и... Оно как бы у меня вообще сохранено. Я его на все, короче, GTA IV буду устанавливать. Так, где он сейчас... Вон, вон, вон! Видите, где вот эта вот высокая вышка? Тоненькая, видите? Если у кого зрение хорошее... Кто ещё его не потерял? Таких людей сейчас редкость найти. Кто зрение не потерял. Ну, хотя, какая редкость тут поровну. Кто потерял, кто не потерял. Ладно, сейчас не об этом. Сейчас мы едем. Тут надо, в общем, аккуратно. Сейчас нам надо... Ой, блин, проехал я, в общем, это... Так, остановись. Остановись. А, не-не-не-не. Блин! А, блин, как на мост теперь собираться-то? Долбаная GTA IV. Вот что мне теперь делать, а? Чё мне нафиг теперь делать? Вот как мне туда теперь перебираться? Тут лестница есть вообще хотя бы. Так. С ENB, кстати, неплохо так просаживать FPS. Ну, кстати, ENB в GTA V не так просаживал FPS, как сейчас здесь. Но ENB в GTA V это мод Redux, если кто не знал. Вот эта ENB очень схожа с Redux. Ну, в общем, я вам говорил, почему. Потому что эти две... Две игры, они не различаются вообще. Ну, когда GTA V вышла, в общем-то, на консоли, я сразу в ней увидел GTA IV. То, что не сильно игра изменилась. Вот. Ну, графика, может, изменилась, а вот... Анимации всякие, я не знаю, анимации... Ну, изменились, конечно, но всё равно, вот чё-то есть там такое, что... Общее. Да, блин, долго я буду тут плыть-то? Ну, судя по всему, мне надо будет до тут доплыть. Пока я до тут доплыу. Ну, в общем, я с вами, наверное, поразговариваю на эту тему. То, что GTA IV, ну, всем вам известно. Может, и не всем, то, что GTA IV и GTA V сделаны на одном и том же движке. Поэтому игры вообще не различаются. Если отредактировать графику в GTA IV, вообще, чтобы в GTA IV вылетало. Вот. Вообще, чтобы... Ну, капец, там, текстуры все, ну... Ну, хотя бы текстуры, чтобы оставались вот такую графику сделать. Чтобы вообще капец, как напрягало игру. И сделать то же самое с GTA V. Графика получится одна и та же. Вот. Вот, что я хотел до вас донести. То, что игра одна и та же. GTA V вообще была сделана на основе GTA IV. Первые скриншоты 2008 года в GTA V. Это карта GTA San Andreas. Вот. Ну, там похожая карта на GTA San Andreas. Она там, как бы... Вот. Чуть-чуть там изменили. GTA San Andreas. А так... Вот. Пальмы такие были. Непонятные. На скриншотах. Вот, мы уж почти доплыли, в общем. И, как бы, радар был из GTA IV все-таки. Ну, со спецспособностями, с броней. Но, как вы знаете, в GTA IV тоже была броня. Поэтому в GTA V добавился только спецспособности. Это только в 2013 году изменили, в общем-то. Когда уже финальный релиз. Тогда изменили уже. Я видел GTA IV Криминальная Россия. Ой, GTA V Криминальная Россия. Вот, что я видел. Но не знаю, где это скачать, ребят. Я не знаю, где это скачать. Я бы вам показал, но я не знаю, где скачивать GTA IV. GTA V, точнее, Криминальная Россия. Но это уж точно делали не разработчики точно этого мода. Блин, ну по такой погоде гонять. Ну, ладно. Ничего страшного. В тот раз мы сюда уже больше не приедем. Но приедем только, наверное, в другом выпуске. Так, что-то... Что-то мужик тут закружился. Ну, давай нам машину, что-то. Да машину дай нам. Эй, мужик, всё, хорай, блин. Бесишь меня уже, блин. Машину нам не отдаёшь. Увидели? Он просто руку поднял и, в общем, дверь закрылась. Магия, ребят, магия. Я бы так хотел. Ой, не он её. Машина врезается. Ой, ё-моё, сейчас мы врезались. Как так-то? Нормально мы, кстати, обруль долбанулись в GTA 5. Сейчас бы хп, походу, отнялись бы. Вот ещё различия. Эээ, а куда они заезжают? Они что, взлетают что? Ээээй! Не понял. Ой, все сразу упали, как я подъехал. Вот уже баг нашёл. На самом деле, я уже давно видел этот баг. Швак-баун, я так понимаю, не открывается вообще. Поэтому надо сбить. Он, кстати, вот в GTA 5 пореалистичнее сбивается. Тут он какой-то лёгкий. В GTA 5, кстати, танк не может пробить его. Вот это вообще просто. Это что, с нами на трек поедет? Вот, смотрите, вот. О чём я вам говорил. Какие офигенные тачки тут стоят. Ещё вот девятка стоит. Нет, вы чё, смеётесь? На девятке мы, конечно, не поедем. Я помню на этой трассе. Я, в общем-то, на старом компе, когда я последний раз играл. Я, кстати, на этой трассе был, когда у меня был очень старый комп. Я последний раз здесь был. Ну вот. В общем-то, наверное, Мазерати, да? Берём. Супер GT. Нормально так боком это навали. Откуда здесь менты? Откуда, если заезд там? Как они здесь-то оказались? Здесь что, ГАИ есть, что ли? Это же гоночная трасса. Вот, как вы видите, текстуры, в общем-то, современные. Некстгеновские. Вот. Прошу заметить, в общем, ГТА 5 на PlayStation 4 вышел позже, чем ГТА 4. Чем ГТА 4, наверное, на России, вот эта последняя версия. И здесь текстурки такие же. Поэтому. Вот это да, вот эта тачка боком валит. Ну да, это, кстати, реально новая локация, я вам её ещё не показывал. Могли бы, кстати, хотя бы меня исправить, то, что, ну, в комментариях бы меня бы исправить, то, что я вам ещё не всё показал, я не знаю. Ну, почему-то никто меня не исправил. Как будто так оно и надо. Ну, давайте остановимся, подождём. Ну, обычно так и надо в ГТА 4 делать, иначе менты проспавнятся. Кстати, я вот здесь вот никогда не был. Вот здесь я точно никогда не был, чтобы, ну, посмотреть. Кстати, ёлки здесь совсем другие, или это даже не ёлки? Всё выглядит, как ёлки, да? Ну, короче, здесь совсем всё по-другому, не то, что там, в ГТА 4. Ой, то есть, какой в ГТА 4? В ГТА 4, наверное, Россия вот за вот этой трассой. Ну-ка, трасса, это что? Ну, в общем, трасса даже больше, чем город Южный. Можно так погонять, покайфовать, так это вообще хорошо. Отбойники недоделанные. О, вода, кстати, как-то протекает. Это, я помню, было ещё в БТА 2 такая вода. Она как бы не настоящая вода. Это как бы просто текстурка воды. Это вообще не относится к воде. И даже физики нет от воды, да? А, физика есть воды. Вот как вы видите, это не вода вообще. То есть, в оригинале, в ГТА 4 такого не было. Как видите, от человека вообще ничего не остаётся, вообще ничего. Как бы с ГТА 4 такого бы у них не получилось. Ну, чтобы волны вот так вот, чтобы вода вон туда направлялась. Сейчас я вам даже покажу то, что это не вода. Что это просто текстурка такая. Сейчас. Ну, кстати, на машину она реагирует. Я думал, не будет. А, и на машину, кстати, не реагирует. Да, и на машину не реагирует. Значит, показалось. Вон, видите, какая контрастность идёт. Вот это, смотрите, более такая белая вода. Сейчас, 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 сейчас подъедем. Вот это уже нереалистично. Вон, белая. Слушайте, ребята, а как вода поднимается? Какого фига? А, ну, нормально. Да, она тут, короче, разливается. Вот, видите, какая контрастность? Смотрите, как вот эта вот вода ведёт себя, когда мы ходим по ней. Сейчас. Ну, я вам говорю тоже текстурки, да? Я вас предупреждал. Вот как ведёт вода, вот. Видите? Брызгается всё. О, кстати, денёк стал. Ну, как денёк? Денёк он был. Просто это, нормально всё стало. После этого. Вот, видите, сразу брызги пропадают. Так что, ребят. Видите, это под текстуру вообще уходит эта вода. Точнее, даже не вода, я вам говорил уже. Тень вообще куда-то туда отражается. Ну, в общем, это хрень, не вода. Даже машина, она не затопит. Можем просто так покататься. По ней. Ну-ка. Ну-ка. А я, кстати, понял, почему тут так. Мне кажется, даже когда я вот сюда выехаю, будь то же самое. Не, всё равно, вот у этой текстурки есть хоть какая-то реакция. Всё-таки разработчики немного подумали. Об реалистичности. Сейчас я посмотрю, какой у меня там звук-то. Ну, я, в общем, звук потише сделал, чтобы меня, может, было погромче слышать. Я же ничего не настроил. Ой, блин, улетел! В прямом смысле этого слова. Давайте выходить отсюда. Нам надо машину менять. Давайте на трассу выехаем. Ну, вот, как вы видите, можно здесь множество серий записывать, обалденные локации, покататься. Можно, кстати, сделать здесь КРМП, ребят. КРМП. То вот Ковалевский говорит на GTA San Andreas Rage сделать там самп, а я, в общем, говорю, сделать КРМП вот здесь. Вот здесь КРМП сделать. Это, ребята, это шок будет. Я бы здесь, короче, с демоном бы погонял вот здесь вот. На москвичах какие-нибудь скачали бы, вот здесь бы погоняли, в общем, перегонки. Это нормально. Нормально так. Ребят, кстати, это поддержите, я не знаю, лайком. Может быть, я разберусь. Может быть, я потом где-то летом уже, наверное, найду кого-нибудь, кто умеет делать это все. Вот. И мы, в общем-то, сделаем мультиплеер здесь. Как вам реально? Пишите в группу. Ссылка на группу будет в описании. Вот. Поэтому подписывайтесь на группу, пишите там свои идеи. Может быть, КРМП сделаем, ребят. Если кто согласится, я не знаю. КРМП, ребят, здесь. Думаю, смотрите, как красиво сделано с НБ и все. Знаете, на что это похоже? На Форзу. На движке Рэйдж. Только это, кстати, реалистичнее, чем Форза выглядит. Форза там вообще физика ни о чем. Там как бы машина только дрифтить умеет, она вообще не наклоняется, ничего. На самом деле, Суперкар, он и не должен наклоняться. Какого фига в ГТ-4 Суперкар наклоняется? Это так не должно быть реально. Почему наклоняется? Это подвеска жесткая на самом деле у Суперкаров. Я не знаю, почему в ГТ-4 не так. Но вот это уже не ко мне вопросы. Но все же есть это исправление физики в ГТ-4, в общем, на физику ГТ-5. Но вот в ГТ-5 реально на Суперкарах вот по-настоящему ездить можно. Там жесткая подвеска как раз вам вот. А вы представьте вот в ГТ-5 вот такую вот физику. Да еще причем, если вы... А, это были камни, я думал, бах. Если бы вы, в общем, зашли в ГТ-онлайн и вот на этих горках вы, короче, покатались бы. Вы бы всю машину себе нахрен разбили бы. Так. Остановимся. Давайте другую машинку возьмем. Разгонимся вообще по максимуму. Я вам обещаю, я установлю спидометр. Будем с вами вообще как блоги гонять. я думаю, султан можно взять. Обалденная тачка на самом деле. Давай, берись. Во, вот так. сигналка без звука. Самое то. Сейчас бы. Сейчас бы такие ставить, да? Сигналки без звука. В чем смысл-то вообще такой сигналки? Может, люди могут подумать, что это просто тюнинг ты сделал там, в общем, открываешь дверь, у тебя просто машина, ну, не пиликает, а просто моргает. Люди могут подумать, что это у тебя тюнинг, а не машину воруют, поэтому что-то как-то это не очень. Нифига себе, она в поворот не вошла, блоком вообще не валит. Не, ну. Нифига себе, закручивает. В общем, надо чуть полегонечко, мне кажется. Для нее уже хватит. Что, мы туда же вернулись? Вот это мне нравится. Туда же вернулись. Ой, развернулись еще. Не-не-не-не-не, так я не хотел. А вот, кстати, в самом конце, ребят, вот, нет, нет-нет-нет, я, в общем, придумал. Давайте на этом ролике наберем 60 лайков. 60, 60, я повторяю, 60 лайков, и я, в общем, вот на этой красотке здесь погоняю, на девятке. Я хотел сейчас это сделать, но мода такая на ютубе пошла, в общем, за лайки делать действия такие. Так что, ребят, ставим лайки. Вот. Ну, и можете написать в комментариях, что еще сделать. ну, 60 лайков наберите, ну, ну, мне кажется, для канала Les Paisy Games, мне кажется, это вообще легче простого сделать. 60 лайков, да и вот что. На канале тысячи подписчиков, как, ну, 60 это легко набрать, ребят, поэтому набираем, набирается, как только набирается 60 лайков, я сразу иду снимать этот ролик. А, точно, криминалки, короче, не будет, если 60 лайков не наберется. Вот. Вот это вообще точно 60 лайков будет, ребят. Так. Разворот. Кстати, эта тачка до GTA 5 даже дошла вообще без изменений. Че я помню. Без изменений вообще тачка. Да блин, да почему же у них тормоза-то такие плохие. Давай сейчас с разгончиком на максималочках поедем. Ну, на девятке, мне кажется, будет трешак вообще, но это в следующей серии. Че, максимальная скорость, что ли? Такая маленькая. Да, ну нет. Ой, блин, и боком не валят машины. Да что ж такое-то? Руль выворачиваю вообще до конца. Или наоборот не надо его до конца. Надо... О, давайте попросил очень дорогой такой. Во. Вот это круто. Я не знаю, куда эта дорога приведет, но я думаю, если тут по сети играть в гонки, да хотя бы если бы здесь сделали ботов с тобой гонявшихся, ну это вообще будет. Прикольно, если это по сети бы все было. Это круче любого GTA Online, да если бы это еще доработать. Все-таки в России находится это все. разгончик-разгончик-разгончик-давайте. Так. Ну сейчас опять на то место вернемся, в общем, и там, наверное, закончим. Сегодня мы так со скоростью все осмотрим. Со скоростью. А потом вы, может быть, напишите в комментариях, что вы заметили, например, здесь. Такого, чтобы можно было поближе посмотреть. Блин, сейчас ночь встанет, вот это вообще я не хочу. Ночь здесь очень темная. Боюсь, это окончится тем, что просто я видос закончу и не доеду ни докуда. потому что я просто дорог не увижу. Ночи здесь очень темно. Вот видите, это еще просто вечер, солнце не село, уже очень темно. Это, конечно, реалистично, но, блин, да куда ж такая реалистичность-то вообще? Лучше бы, чтобы было светло. А тут вообще не светло. Днем очень ярко, а ночью очень темно. Вот такой вот инви. Зато в реальности так же. Вот за это вот это инби еще нравится. Ну, и инби очень качественные, кстати, очень. Вот я не знаю, на что его может поменять. Небо небогованное. На что его менять я не знаю. Просто ни на что сейчас не поменяешь. Нету похожих. Есть, может, что-нибудь такое чуть красивее. Ну, и то, вот что может красивее вот этого быть. Вот, смотрите, где солнце и вот так вот тачка. О! Мне кажется, нет такого еще инби. Так, по воде срежем. Посмотрим, что у нас тут сквозь трассу. здесь мы уже ездили на трассе, а тут-то надо поподробней. О, блин, сейчас воду упадем, ну и все. Не-не-не-не-не, сейчас я воду не хочу. О, удержались. Нормально. Не, ну я думаю, пора заканчивать. Как можете заметить, очень темно становится, очень темно. А сейчас солнце сядет, это вообще ничего не будет видно. Солнце еще, я надеюсь, солнце не село, вон я вижу свет. Там что-то на деревья свет падает. Я надеюсь, это солнце еще не село. Ну, видите, еще светло. Ну, как светло. В GTA 4 ночью уже так. Даже в GTA 4 ночью светлее выглядит, чем у нас сейчас. Вот сейчас к солнцу выехаем, тут вообще будет прикольно. Знаете, вот под определенным ракурсом, да вообще, вот это освещение похоже на освещение из GTA 5. Вот очень, ребят, похоже на GTA 5. Да нет. Ну, вот ночь в GTA 5 вот она то же самое выглядит, вот точно так же. Только там посветлее будет. Ну, вот реально ночь, вот прям видно, что ночь становится. темно очень, ничего не видно. А вот иска, кстати, очень яркие. Ну, блин, фары не работают вообще, ну, огонь не очень яркий, как вы можете видеть. Во, как я вам говорил, вообще, все, сейчас, сейчас ночь будет, это вообще мы ничего не увидим. Это еще, смотрите, это еще не до конца солнце село, но оно как бы уже в зените, но я не знаю. Но уже, уже все становится, ничего не видно. Выезжали с вами утром, а уже все. Уже темноват стало. Ну, это, кстати, согласитесь, реалистичная картинка, когда так темно. Ну, вот, например, дорогу уже вообще не видно, она черная, и ночь тут черная очень. Вот все, вот, вот все, уже солнце село. Надеяться уже не ночь. Надеяться, может, было только на фары, и все. Еще гели-гели машину видно, вот, согласитесь. Сейчас попробую светильник выключить. О, кстати, ну, это не сильно помогло, но зато машину вижу, когда светильник выключил. Ну, очень маленькое освещение, очень. С этим YenBee. Вот, видите, это уже темная ночь, ну, реально, очень темная ночь. Блин, уже и без светильника нифига не видно. Что делать-то? Я не вижу, куда ехать. О, фонарик какой-то. Ну, вообще не помогает этот фонарик. Тут очень темно. Я таких YenBee еще не видел, чтобы было так темно. Не, он, мне кажется, в реальности посветлее будет. Или нет? Ну, без фонарей, мне кажется, и в реальности так же. Но вы, наверное, сейчас уже ничего не видите. Поэтому, наверное, сейчас пишите в комментариях это уже заканчивая, наверное, все, уже ничего не видно. Сейчас посмотрю по карте нам, сколько еще ехать. О, еще чуть-чуть. Liberty 9 пишет, да? Кстати, при такой ночи ровно 60 фпс. Освещения нет, 60 фпс. Оно и так было 60 фпс, он там проседал чуть-чуть. у меня все-таки не GTX 1080, конечно. У меня во, блин, это реально, это реально капец так. вот это, вот это вот я вот то же самое вот как в реальности. Все, все темно вот только там светло очень. Да, это как, это как в реальности по-настоящему, это по-настоящему все. Так, вон те домики там, но не домики, а гаражи. Я так понимаю, не там, но и как туда заезжать, я не знаю. Ну все, опять мы в темноте. Я хотел, кстати, все машины взорвать. Я, я думаю, это у нас получится. Радь 60 лайков. Я вам напоминаю, 60 лайков должно набраться быстро, а не за большое время. За большое время, мне кажется, тут уже будет 400 лайков. Как это обычно бывает. да, не удивляйтесь, если кто... Во, блин, нифига себе там в гаражах и мастерских светло. Да и тут вообще светло. Ну вот, на починку тачку привезли. Ну это как в реальности, видите, там, вон там где-то все темно очень. Давайте Буфау возьмем. А, Банши, Банши, да, что это я... Ну, машин просто на Б мог попутать. Ну, слушайте, а свет тут очень хороший. Так, не понял, что у меня там с настройками не то. Да вроде все на ультрах стоит. Не знаю, почему там такие тени плохие. Ну ладно. Я помню, один ютубер обозревал, в общем, GTA 5 и GTA 4. Типа говорил, в GTA 5 хуже тень, на самом деле, в GTA 5 лучше тень. На слово им поверил. А тут еще скин бить, тень должна быть и лучше. Во, сейчас, вот сейчас будет такой взрыв, ребят, и мы закончим. Обалдеть, сейчас будет ярко очень. Сейчас. Давай, взрывайся. Во. Все, разнесло. Огонь, я так предполагал, он будет очень яркий. Ну все, и менты, это, откуда ни возьмись. Ну, в общем, короче, ставим лайки. 60 лайков набирается, выходит новый выпуск. Давайте, о, блин, это еще наши враги. Сколько их вообще? Блин. Ну ладно, в общем. Подписываемся на канал, кто еще не подписался, нас уже тысяча человек. это, это много, но не так много, как я думал. Думал, будет больше, но ладно. Ну все, ребят, всем пока. А тем временем, за мной еще менты приехали. Субтитры сделал DimaTorzok.